К нашему эфиру присоединяется оппозиционный российский политик Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, приветствуем. Здравствуйте. Да, я так приветствую всех вас и кто видит и кто слышит нас в эфире. Геннадий Владимирович, скажите, пожалуйста, а что-то ваши бывшие коллеги как-то слишком топорно работают, вы не находите? Приходят люди, которые хотят помочь следствию, и в результате эти же люди становятся главными подозреваемыми или даже обвиняемыми. Наверное, я что-то прослушал. И каких моих коллег имеете? У меня очень по жизни много было коллег в разных сферах деятельности и государства, и бизнеса, и так далее, и тому подобное. Вы там имеете в такой случай? Так, ФСБ давно работает топорно, выполняет задачи политического аппарата репрессий. Они по-другому не умеют. Для них это и не требуется. Они должны верно служить режиму и подавлять все, что шевелится, все, что против. Что вы имеете в виду? Потому что я прослушал, не слышал ваши эфиры. Все в порядке. Я тогда напомню вам, о чем идет речь. Это о том, что появились новые подозреваемые в деле о взрыве на Крымском мосту. Это три человека, три гражданина Российской Федерации, которые изначально сами вроде бы как пришли в органы Федеральной службы безопасности и заявили о том, что хотят помочь. Их сразу же повязали. Ну, поскольку, если хочешь помочь, то наверняка причастен к этому непосредственно. Теперь они являются главными подозреваемыми. То есть из свидетелей стали террористами. Вот так и происходит. Окей, а на каком этапе развития Российской Федерации как государства произошло такое событие? Или там, что конкретно изменилось, что служба федеральной безопасности вдруг стала исключительно обслуживающей компанией Кремля и той организацией, которая продвигает интересы Кремля, а не занимается безопасностью? Ну, нет никакой точной даты. Есть какие-то этапы, когда это происходило. Все это началось еще с разгона телеканалов, ареста Ходорковского, когда там начали липовать дела и подключать туда спецслужбы. Потом это безобразные действия 2004 года, бесланские и прочие теракты. Потом это 2011-2012 годы, когда окончательно, так сказать, курс был взят на силовое подавление недовольства. Ну и завершилось это все в 2019 году, когда были разгромлены все штабы кандидатов в депутаты Московской городской парламенты, все были арестованы, задержаны. И власть пришла уже к окончательному и полному управлению страной с опорой на штыки. Вот, собственно, вероятапы большого пути, если так можно выразиться. Ну а сейчас ФСБ уже, НКВД там по образцу и подобию сталинского периода, который лепит дела одно чуть ли не другого, от них никакого сейчас не требуется. От них не требуется ни объективности, ни процессуальных соблюдений, ни уважения к закону. От них требуется только готовность, лояльность. И готовность выполнять любые приказы, выполнять самые, так сказать, жесткие действия в отношении подавления любого недовольства действующим режимом. Поэтому, что от них ждать? От них сейчас ждать нечего. От них сейчас можно ждать усиления репрессий, усиления жестокости. Мы видим, что каждый день в России идут аресты, обыскы, увеличиваются сроки. Мы уже имеем рекорды и 12 лет, и 14 лет, и 21 год. Ивану Сафронову, если я там правильно произношу его фамилию, только что Илья Яшин получил 8,5 лет. Ну, к сожалению, мы видим, что жестокость безумия системы возрастает, репрессивный механизм становится все более и более похожим на НКВД тех далеких страшных годов, которые мы с вами знаем как годы большого террора. Да, и в том числе это история из Читы, когда человека оштрафовали за пересказ сна в Инстаграме о том, что ему приснился Зеленский, мобилизация. Ну, это все страшная история. Еще другой случай совершенно дикий. Я вот когда нахожусь в Европе, пытаюсь объяснить европейство, что происходит, они не понимают, они могут поверить. Понимаете, не хочется в это верить. Когда молодая девушка вышла с плакатиком, я люблю своего папу, но в том смысле, что она не хочет, чтобы ее папу посылали убивать украинцев и рисковать своей жизнью, ее не только потащили в участок и продержали там в полиции, ей еще дали два административных штрафа и сказали еще раз, выйдешь третий раз, ну, два уже есть, а третий будет уже предметом для уголовного преследования, твоего ареста, задержания и так далее. То есть, за плакатик «Я люблю своего папу» уже можно сменно попасть в тюрьму на годы. Геннадий Владимирович, хотела с вами вот еще такую тему поднять. Сегодня мы видели... Это же вообще подрыв государственных устоев Сон-Празилинского. Представляете, да, уже даже сны нельзя пересказывать, в инстаграме причем. Но, тем не менее, не во сне наяву, вот Виктора Бута вернули в Россию, и сегодня он даже предстал уже в роли политика ЛДПР. Скажите, пожалуйста... Он скоро станет депутатом, руководителем какого-нибудь важного комитета, будет представлен государственным наградом, ну и потом, я не знаю, будет каким-то пожизненным, почетным сенатором на период жизни, правда, Владимира Путина, его правления. А как вы считаете, зачем его на самом деле вернули? Ведь это человек, который очень много знает и занимался оружием много лет, а что, собственно, потом и подсидел в американской тюрьме. Я думаю, что это показательный пример, как человека, который не сдал своих, так сказать, там, заказчиков, но проявил определенное мужество и терпение в тюрьме, никого не сдал, а то, что он работал там на ГРУ, на политику российскую и так далее и тому подобное, у меня, например, лично в глубине моей души нет никаких сомнений. Теперь всем показывают, что родина своих не забывает, что человек, который, так сказать, служил верно режиму, может быть поощрен всячески, его вот тут вытащили, его не забыли, террористы своих не забывают, мы имеем в виду страна спонсор терроризма, и продвигают дальше по социальным лифтам. Сегодня он уже член, видный член ЛДПР, завтра будет депутатом, послезавтра он сядет в каком-нибудь министерское кресло. Ну, собственно говоря, это вот такой показательный пример, что тот, кто нам лоялен до конца, вот мы хотим его поощрить и сделать видной фигурой в нашем эстебричменте. Я думаю, что это так надо истолковывать. Скажите, пожалуйста, а может ли быть развитие событий таким? Вернули Бута для того, чтобы утихомирить Кадырова и Пригожина. Эти двое слишком активно себя ведут, и нужен кто-то, кто станет противовесом новой силы и сможет обеспечить спокойную старость в бункере правящему диктатору? Ну, им тогда уж надо было лучше Гиркина купить или приручить. Это было гораздо более эффективно. Нет, я думаю, что это не тот случай. И как раз Кадыров и Пригожина – это два сапога путинских, которые должны, по идее, друг другу равновешивать. Вот там левый Валенок и правый Валенок, условно говоря. Хотя, так сказать, Валенки очень друг на друга похожи. Я думаю, что как раз Путин создал противовес Кадырову в лице Пригожиной, наоборот. То, что они там выступают сейчас хором-дуэтом, это никого не должно обманывать. У них разные задачи, разные, так сказать, амплуа. Хотя у них один хозяин, безусловно. Но хозяин не хочет никому давать эксклюзива. Ни Пригожину, ни Кадырову. Их пока, может быть, не стравливает. В этом пока, наверное, нет необходимости. Но слово «пока» здесь ключевое. Если уж затронули тему Кадырова и же с ним, то кадыровцев сейчас очень много находится на временно оккупированной территории Херсонщины или в Убережье. Судя по всему, выполняют в основном административные задачи или формирование административного режима. Но, тем не менее, почему конкретно кадыровцы там? Является ли это некой попыткой задобрить самого Дон Дона? Или уже Дон Кадыров диктует правила и говорит, какой кусок временно оккупированной территории Украины хочет урвать? Я думаю, что не поэтому. Потому что считает Путин, что кадыровские головорезы более надежные, более отмороженные, более безбашенные, внушающие ужас. И они там типа наведут порядок. Мне кажется, что вот здесь мотивы-то в этом кроются, а не в их умении налаживать какую-нибудь жизнь мирную, восстанавливать города, веси и что-то еще. Просто, чтобы навести страх ужаса на территории, чтобы все видели, что там безжалостные воины Кадырова, как раз, но они же на оккупированных территориях, вот они там проявляют облик оккупантов в полный рост. Поэтому я думаю, что лучше Путин не смог найти тех людей, которые могут представлять, как говорится, полностью, вот в полном облике оккупационную власть. Потому что Дон Дону перекройте кислород финансовый, и он очень быстро кончится. Но он сам это понимает. Да, кстати, а Путин, например, возвращением Гиркина с поля боя, на котором он, возможно, даже не был, пытается каким-то образом усмирить Дон Дон Кадырова вместе с... Да нет, нет, нет. Ну, как он может Гиркина смирить Кадырова? Гиркин, который там непонятно, где там, в каком подвале находится, в полуподвале, в каком-то офисе, без ресурсов, без денег. Нет, я, конечно, понимаю, что за Гиркиным стоят какие-то определенные силы. Скорее всего, спецслужбы, какая-то часть спецслужб, какие-то руководители. Но это не та сила, которая там может противостоять сейчас армиям Кадырова и вот этим банде Пригожим, так сказать, организованной под видом, так сказать, вот этих вот специального спецназа, уж извините за дактологию. Нет, я думаю, что Гиркин – это фигура, которая является противовесом, скажем, в каких-то вот идеях ведения войны, но не является совершенно противовесом вот этому отмороженному бандитскому спецназу Кадырову или там Пригожиной. Ну, пока, да, действительно не является. Во всяком случае, ничего не говорит против них. Он типа как бы идейный, который даже настолько идейный, что позволяет себе жестко критиковать все это путинскую братья. Да, он жестко критикует как раз представителей Минобороны Российской Федерации. Но одно дело идейное, а другое дело, если он… Да, но если он просто идейный, но бездейственный, он даром никого не нужен. Например, дать ему финансирование необходимое. Например, он будет создавать точно так же, из таких же идейных, свою армию. И таким образом сможет защитить Путина от растущего влияния Кадырова и Пригожина. Не-не-не, вот давайте так. Кадыров и Пригожина создали свои армии только с ведома Путина и с его полного благословения. Никто такого благословения и близости к телу и свободы в формировании вот этих придворных банк не получал. Кроме как Пригожин, который там личный шеф-повар и официант, умел еще, так сказать, правильно забрать салфетку у вождя и отнести ее в нужное место или там спрятать где-то. И Кадыров, который, как считает Путин, держит ему Кавказ. Сейчас эти люди имеют степень свободы, дарованные им от самим Владимира Путина. Гиркин в это слово не входит. Путин доверяет только тем, кому он доверяет, или кого заменить неким, как вот, например, того же Лукашенко. Давно бы его кокошили, только неким заменить. Давно бы его, так сказать, вместе с своим министром на странных дел отправили туда же бы. Но заменить неким. Поэтому нет, здесь вот нужно понимать, что Гиркин не может получить такие полномочия, такую свободу от Путина, потому что у него в Путину нет доступа. И Путин ему вряд ли будет доверять, особенно после этой критики. Гиркин выступает для других целей, существует для других целей. Я вполне допускаю, что он высказывает свои личные взгляды, но эти взгляды хорошо корреспондируются с определенными силами внутри силового эстеблишмента России, части силового эстеблишмента. И поэтому его там прикрывают, не держат, не арестовывают, не травят, не распыляют и так далее и тому подобное. Иначе давно с ним все произошло. Он на кого-то там, безусловно, внутри опирается. Ну, не знаем, условный Патрушев, условный Бортников, или там, ну, вряд ли кто-то еще. Вряд ли даже ГРУ, я думаю, что уголок не хватило сил стоять за Гиркиным и его поддерживать. Скорее всего, это ФСБ, причем на очень высоком уровне. И часть руководителей считает его полезным, в том числе, может быть, для критики вождя. Вот такой, на мой взгляд, на мой взгляд, я еще говорю, я давно уже не там, давно уже, так сказать, но, на мой взгляд, такой примерно расклад сил может быть сейчас со всеми этими Гиркиными, Пригожиными, там, Кадыровыми и им подобными. Ну, а такие Гиркин, скажем так, военкор Кремля, альтернативный, тоже полезен для пропаганды. Да, что-то наподобие. Идалья Владимирович, спасибо большое. Спасибо, что поделились размышлениями на тему. Геннадий Гудков, оппозиционно-российский политик, был с нами на прямой связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова